Ну что, ребят, всем привет. Доеду до Барнаула. Скорость была примерно 30. Повернула! Правобережный тракт. Река Лосиха. Там ГИБДД. Нулевой километр Алтайского края. О, ребята, смотрите. 9,54. Это на выезд. Ну что, ребят, всем привет. Как вам и обещал, еду тестировать сегодня с утра свою звездочку. Ну и, естественно, не просто тестировать, но по делам. Доеду до Барнаула. До конечной точки от моего дома до Барнаула. 26-28. В общем, почему такая разница, смотря по какой дороге поеду в Барнауле. Вот сейчас 335 километров. У меня на спидометре. Видно, не видно, не знаю. Я туда приеду, это что, 355 и 6. 361 должно быть. Это минимум. Максимум 363. Дай бог мне хорошей дороги. Еду по оживленной трассе. Новосибирск-Барнаул. Посмотрим. Ну вот, ребята, проехал первые 5 километров. Когда выезжал, ветер дул в спину. Скорость была примерно 30. Сейчас ветер такой спереди и сбоку, справа. Скорость упала до 22. Ну еще и в горку здесь. Ладно, тяжело, убираюсь пока. Вот я вверху на Виадуке. Небольшая развязка. Еду, лавирую между камнями. Чтоб не пропороть колесо острым камнем. Ни хрена не подметают. Трасса повернула. Еду прямо на ветер. Скорость 20. Ну, за спиной еще рюкзак. 8 килограмм. Вот так вот везу запчасть одну в Барнаул. А вон там впереди развилка. Если прямо на старый мост, влево на новый. Ну, по-старому меня не пустят. Поэтому надо будет влево уходить. 7 километров, если через Корызе ехать. Кто местный знает, что такое Корызе. 7 километров вот до этой развилки. Да, с грузом тяжеловато ехать. Ну что ж. Мы не привыкли отступать. Вот я на возвышенности. Вон там, видите, вдалеке белеет город. Каменными стенами. Вот туда мне надо попасть будет. Примерно еще 20 километров пути. Проехал десяточку уже. Останавливаюсь, наверное, водички побью. Барнаул 13, Рубцовск 295. Бобровка 21. Вот хочу еще в будущем Бобровку съездить. Останавливаться не стал, пить. На ходу попил прям вот, видите. Правобережный тракт. Вот эта трасса новая, с новым мостом, называется Правобережный тракт. Вообще, это Новосибирск-Барнаул, та же самая трасса. Как говорится, то же самое ИСО, только сбоку. Река Лосиха. 15 километров от дома, от моего. То есть, если 26 километров, мне там говорили, да? До окончания, до конца, вернее, до цели. Я проехал 15, еще 11. Что-то не верится, мне кажется, дальше. Ну, посмотрим. Посмотрите, ребята, слева, справа сосны растут. Ветер не такой сильный. Я уже разогнался до 28. Вот смотрите, отличная, широкая техническая полоса, по которой я еду. Метра, наверное, 4, если не больше. А вон там буквы Барнаул. То есть, въезжаем в Барнаул. Все, мы в Барнауле. Так, до буквы у нас, что получается, 17 километров. Ох ты, ёпт! Отвлекся и тут же в яму влетел. О, смотрите, видите, с левой стороны отбойники, а здесь прекрасная велодорожка. Ну да, маленькая тут есть грязи. Не без этого, но зато абсолютно безопасно. Скорость, конечно, упала до 16. В развалочку еду. На трассе все-таки меньше 20 я не ехал. Это вот камеры. Торговля машин идет. Заправки. Буквально 5 лет назад вот здесь вот не было вот этих машин. Заправка, может, только была. Салоны появились. А вон там слева ГИБДД. Это весовая, по-моему, для грузовиков. Леруа Мерлен в виде сущей. К речке стал подъезжать. Тут сейчас скоро мост. Ветер усилился страшенно. А вот там у нас деки пляж. Заводь такая. Реки Оп. Посмотрите, дилемма. По пешеходному или по дороге, по мосту ехать? Наверное, выберу я пешеходный. Все-таки движение интенсивное. Пусть чуть медленнее, но безопаснее. Посмотрите, выбрал пешеходный, да? И уже пожалел. Уже вот надо спешиваться. Поеду-ка я по трассе. А вот они, белые дома, которые я вам показывал. Километров 15 назад. Заезжаю на мост. Проехал ровно 20 километров от дома. Вот она река Оп. Начинается. Проехал ровно 20 километров от дома. Проехал ровно 20 километров от дома. Слева вот здесь старый базар. Когда-то были киоски, а вот здесь сейчас бордюры были в стоянке. закупались товаром. Сейчас сделали красиво. Скажите, почему я выбрал Ленинский, а, например, не более спокойную улицу? А посмотрите, дорога какая. Я лучше медленно здесь проеду, чем буду трястись по спокойным. Что они делают именно, чем верёт. Этие есть на стоянке отrToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToTo JO- Продолжение следует... Продолжение следует... Вот отсюда начинается ноль, то есть если от Барнула и еще куда-то, вот эти километры считается. Сейчас мы доедем до улицы Молодежная, потом свернем налево, ну и там уже рукой подать скоро. Продолжение следует... Прикинулся пешеходом, пересек Ленина. А вот Алтайский государственный университет. Вот так вот. Продолжение следует... Корпус, главный корпус АГУ. Поеду-ка я, наверное, на дорогу. Здесь я замучаюсь вот это переезжать все. Проспект Социалистический. Один из самых красивых проспектов города Барнаула. Но я не об этом. Просто я сейчас еду в сторону вокзала. Маршрут поменял, конечно, в корне. Еду не туда, куда собирался. Ну ладно. Еду по проспекту Строителей. Тоже одна из самых оживленных трасс. Должен был приехать вон оттуда слева, с улицы Черюскинцев. Вот конечная цель. Видите, мастерская Кирсараевская улица. Пока членовичка нету. Кирсараевская улица. Видите, подожди. Водичка есть пить. Такие 28 километров. Правда, я пил примерно десятки. О, ребята, смотрите. 9.54. Выехал я где-то полдевятого. Алло. Борис, ну все, я добрался. 28 километров. Без шести, десять на моих было. А во сколько уехал, не знаешь? Ну ладно, жду человека. Что-то нет пока. В тени 26. Спасибо доброму человеку. Проточил мне, шлифанул головку. Головка оказалась поведенной. Хорошо, что приехал, шлифанул. Вот. Все нормально. Еду назад. Назад 28. Как ни странно. Ребята, на выезд. Ребята, на выезд. Еду по улице Строителей. Проехал вот этот виадук. Ребята, на выезд. Ребята, на выезд. Еду в районе Старого Базара. И не смог я проехать эту улицу. Сделали новую пешеходную улицу. Название, боюсь ошибиться. Молотобольская, наверное. Сейчас я на нее выйду, и вы посмотрите. Вот, выезжаем на пешеходную. Видите, тут такие вазоны стоят, чтобы машины не ездили. Здесь раньше эта улица была полностью торговые ряды. Здесь торговали базарники. А сейчас не знаю, что в этих киосках. Наверное, тоже что-то торгуют. Только там пустота внутри. Может, коронавирус. А может, еще не купили кафе. Смотрите. Это старинная улица. Этой улице больше ста лет. Там в некоторых проходах, не знаю, остались они, нет, после реконструкции. С 17-го года люди, которые сидели на кирпичах. Что-то я не вижу этих проходов. Их снесли, что ли? А вот это здание старого базара. Вот стилизованный мороженый киоск. Здесь еще был базар. Уличная торговля. Сейчас ничего не видать. Все. Вот эта дорога ведет на новый мост. Тут примерно, я не знаю, полкилометра, наверное, не больше. Речка Барнаука. А-а-а, вон там вдалеке виднеется речной вокзал. За вот этой часовенькой. Сейчас вот я по развязке, как автомобиль. То есть, мог бы по пешеходному. Но я как автомобиль хочу выехать на мост. Сейчас я буду ехать вот по этому мосту. Ветер должен быть в спину. Мне должно будет быть полегче, чем когда я сюда ехал. Вон там, видите, буква Барнаул, как Голливуд. Это Нагорный парк. Сейчас я выбрал движение по мосту, по пешеходу. Видите, вот такие пешеходные заходы почему-то закрыты. Ну, вот она, Великая Сибирская река, вот. Больше Миссури. Помните, я в Штатах был? И мы со свекром моей дочери, то есть с моим сватом, проезжали Миссури. Так вот, по сбросу воды в три раза больше, ребята. Вау, ехать так как классно. Ветер в спину. Вот сюда ездят местные рыбаки отдыхать, рыбачить. Все, по сути, мы уже за городом, хотя это еще считается чертой города. С правой стороны там Затон есть, такое селение. Каждую весну его топит. Разогнался по пешеходу, а смотрите, здесь сильно-то не проедешь. Поэтому я выехал на дорогу. И здесь все-таки лучше. Немножко опаснее, конечно. Подъезжаю к ГИБДД с другой стороны, со стороны Барнаула. Ну вот, смотрите, скорость 31. Вот что значит по ветру ехать. Да, ребята, вот сейчас звезды на 52 не хватает. Потому что скорость Ну что, ребята, пробил я колесо. Большой груз меня скинул с трассы. Попал я в яму. Вот. Вот я его уже снял. Сейчас попробую ремонтироваться. На переходе батарейка села на камере. Поэтому Мой план потерпел фиаско. Поменял я камеру, начал ее накачивать, а у нее раз со сука отлетел. Вот вам и камера, да? Выписывал я с Алиэкспресс. Вот такие вот дела. Теперь я пешком буду чапать 15 километров. Ой, ешеньки. Вместо получаса буду херачить три часа. Ладно, встретимся в доме. Дома вернемся. Когда я снимал с камеры, вот с этой, она у меня сдохла. А потом меня скинуло с дороги фура огромная. И видите, что? Пробил я колесо. То есть там, где она скинула в этом месте. У меня колесо наехало в яму. В сливную яму. Вот. Попробовал я его поменять в дороге. Я выставлю, конечно, с телефона фотографировал. И когда стал накачивать вот этот вот сосок, он взял и обломился. Обломился он вот так. Вот представляете, новая камера. Я ее специально с собой возил на случай, если вдруг пробью колесо, чтобы добраться хотя бы до шиномонтажа. Начал качать вот этим насосом. Ну, советским. Держал. Все как обычно. Вот такие вот дела. Значит, прошел я пешком после этого еще примерно 12 километров. Ну, не примерно, точно 12 километров. И в общей сложности у меня пробег получился 54 километра. То есть 44 я проехал на велосипеде. Ой, 44. 42. И 12 километров прочапал пешком. Вода кончилась. Там по пути заходил на кладбище. Пытался клеить ту камеру. Ну, как говорится, жара была. Не срослось. Так что пришлось мне пешком идти. Пешком я чапал еще 2 часа с половиной. Вот так вот. Вот так вот.